Сделать детей счастливыми иногда получается, говорят здешние воспитатели и нянечки. Если робкие трехлетки с энтузиазмом выходят выступать перед большим залом и спешат показать гостям весь свой нехитрый репертуар, это счастье. Значит, чувствуют поддержку, значит, доверяют. Но дается это порой очень непросто. Все отдаешь им. Не сожалею. Без сожаления. На работу лечу. Просто вот хочется, потому что я знаю, что дети ждут меня. И я точно так же их жду. Встречи с ними. Живу эти, можно сказать. За семь десятков лет у дома ребенка несколько тысяч выпускников. В последние годы ребята все чаще стали уходить в семьи. Только в 2012-м маму и папу обрели 46 ребятишек. Если говорить сухим казенным языком, то воспитанники Орловского дома ребенка первые, на кого усыновители, выстраиваются в очередь. Очень идет большая работа, реабилитационная, как медицинская, так и психолого-педагогическая. Поэтому результаты работы у нас очень хорошие. Потому что дети наши, идущие на усыновление, они приближены по состоянию здоровья и неопсихическому развитию к домашним детям. За многое спасибо областной администрации, говорят здесь. Весь в будущем году только в Орловском доме ребенка члены правительства обещают заменить окна и капитально отремонтировать крышу. И каждый член правительства, поверьте, регулярно гордится этим и отчитывается перед губернатором. И вопрос выносит даже на заседание правительства. Вот только сделать ребят счастливыми под силу близким людям. Благодарность губернатора за непростой самоотверженный труд получили почти все сотрудники дома ребенка.